Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что там такое интересное было сказано в оригинале? Быть может, это заслуживает нашего внимания. В этом видео я главным образом остановилась на неточностях или даже явных каких-то ошибках перевода. Но моя цель это не критиковать переводчиков, а скорее покопаться. Как я уже сказала, посмотреть все самое интересное сказанное в оригинале и дать вам тоже возможность это увидеть. Данное видео будет иметь две части. Первая неточности перевода, вторая трудности перевода или интересности перевода, если это можно так назвать. То есть мы рассмотрим как ошибки, так и те места, которые были переведены хорошо. Были переведены так, как они должны были быть переведены для русского человека. Однако не отразили все свои интересные нюансы в силу того, что их просто было, ну, трудно адекватно передать на русский язык. Я играла в Plague Tale в двух озвучках, английской и французской, поэтому со временем для меня открылось даже больше таких интересностей. И уж точно было с чем сравнить. Стоит отметить, что в совокупности в обеих частях Innocence и Requiem неточностей и ошибок в переводе совсем немного. А местами перевод справляется со своей задачей передать атмосферу происходящего даже лучше, чем это делает оригинал. Взять хоть то, что Амиция называет Беатрис матушка, а не просто мама, как это есть в оригинале. Да и вообще, русский язык богат, поэтому, читая русский текст, да еще и так хорошо переведенный, мы можем балдеть. Итак, вспомним определенные моменты игры, подумаем лично для себя, как они влияют на наше восприятие игры в целом и влияют ли вообще. И мы разберем обе части, поэтому берегитесь спойлеров, если вы не играли в какую-то из них. Поехали! Пойдем мы не в хронологическом порядке и вспомним вот этот момент из второй части. На всякий случай напомню, что это эпизод, когда Амиция Гюго и Софья разыскали воду из сна Гюго, якобы волшебную, которая должна была его исцелить. Но Гюго потрогал воду, понял, что она не волшебная и лекарства от его болезни нет. В связи с чем Гюго спрашивает, почему мой сон ложь и почему в моем сне не было никаких работорговцев, которые направо и налево убивают своих рабов. На что сестра ему отвечает? Не все преподносится на блюдечке. И именно с этой фразой, переведенной на русский, очень хочется поспорить. Возможно, разбирать этот момент это как-то слишком мелочно с моей стороны, и суть этой фразы все равно одна. Все не так, как мы хотели, как жаль. Но сколько бы раз я не перепроходила игру, мне всегда смущала эта фраза на русском языке. Во-первых, она звучит как-то грубо, мол, из чего захотел. Думал, в сказку попал, да? А во-вторых, очень странно, в принципе, слышать такую формулировку от Амиции. Учтем, что в первую очередь именно Амиция в этой истории является тем человеком, кем движет надежда. Она, по сути, есть двигатель всего этого путешествия. Именно она, а не Гюго, Гюго, верит в то, что где-то там есть лекарство, есть выход. И как раз на этом моменте она все еще в это верит. Она надеется и хочет передать своему брату эту надежду. И не теряет эту надежду с самого начала до самого конца, несмотря ни на что. И вот если мы все-таки посмотрим на оригинальную фразу и переведем ее, у нас получится. То, что сны нам не дают, мы можем взять. В смысле, сами. То есть, ну, здесь есть целый кусок, связанный с надеждой. Уверенностью в том, что еще не все потеряно, и мы можем что-то с этим сделать. И я ничего не выдумываю. Сверимся с французской озвучкой. Эта фраза переводится буквально как «Что не дают нам сны, нужно взять самим». Здесь даже есть это слово «самим», в отличие от английского, которое «суамем». «Самим», «суамем». Как мы похожи. Здорово, что французский вариант даже больше уточняет смысл этой фразы. Так что вот так. То, что сны нам не показали, мы сами найдем. Гюго. Вспомним диалог Беатрис и графини после того, как наших героев поймали, а на домице граф измывался, как хотел. Я тебя admire. Твои дети сильны. Твои взгляды сильны. Когда я была ее в год, я только мог бы желать, чтобы этот тип любви. В этом эпизоде есть сразу два ляпа. То ли переводчики были в шоке от происходящего, то ли решили показать Эмилию еще более чокнутой, чем она есть. Момент первый. Ну, все поняли, что имелось в виду тебе. Окей, опечатка, идем дальше. В твоем возрасте? То есть ты хочешь сказать, что ты с Беатрис сильно в разном возрасте? Что-то здесь не то, не правда ли? В оригинале мы четко слышим «in her age», то есть в ее возрасте. То есть в возрасте Амицы, на которую они только что обе смотрели. Что и логично, ведь в детстве, юношестве Эмилия была лишена любви со стороны своей семьи, и, как мы знаем со слов графа, ее родные ее калечили. Ну, вроде как только морально. Из-за чего теперь она бесплодна. А вот у Амицы в ее возрасте есть любящая семья, никто ее не травит. Так что, что касается второй фразы, Беатрис тут ни при чем. И я думаю, что этот момент скорее недопоняли. В ее возрасте я могла только мечтать о такой вот любви. Опять же, я чувствую себя мелочной, но это сбивает с толку. Только что Роберт говорил со своей дочерью, а теперь... Нет, ты не с ним разговариваешь, отчинись. Да, собака действительно невнимательно слушает, отвлекается, но вообще она просто бесплодненно встревает. Поэтому правильный перевод должен быть «Я тут пытаюсь ей кое-что сказать». В смысле, дочери своей. А ты собаку не даешь. Еще один эпизод из первой части. Давайте посмотрим. Это очень... Очень тяжело. Я... Я... Не... Поговори... Пусть... Чтоооо? Заткнись? А что так грубо? Я, конечно, понимаю, что дети могут иногда бесить, но... По-моему, даже английское «shatted» и Тони всегда переводится как «заткнись». Я бы обиделась. Я больной маленький ребенок, родителей потерял. Не понимаю, что вообще происходит. Какие-то свиньи мертвые, вокруг еще и тележка тяжелая. Уже и сказать не дают. Неоправданная агрессия, неоправданная. Почему вдруг Гюго обратился к Арно на «вы», если всю предыдущую часть сюжета он обращался к нему на «ты»? Давно не виделись все, сразу чужие люди друг к другу. И ладно бы, Гюго вдруг научился уважать старших? Амиция туда же. Ну, Амиция, конечно, к концу сюжета зауважала его побольше. Все-таки до этого она постоянно ругалась на Арно, угрожала ему, обвиняла в предательстве и даже смерти ему желала. Но все равно это было бы странно. Так что ты жив и спасибо тебе. Дорогие переводчики, пожалуйста, не забывайте Арно. Он не просто какой-то левый взрослый, хоть и уважаемый дядя. Помните этот милый момент? Тут сразу скажу, что я здесь даже не критикую, но считаю нужным разъяснить, что в ответе у Луки «ты моя семья» мы могли услышать не так. Видите ли, в чем интересность? Возможно, никто никогда не заметил бы в этом моменте ничего особенного, и тем более не придрался бы, как я, если бы не поиграл «плэктейл» в разных озвучках. Иногда так уж случается, что язык, на который осуществляется перевод, богаче языка оригинала, и язык просто не может передать меньше в силу своего богатства. Английский может быть как бедным, так и богатым, в зависимости от ситуации и того, кто на нем говорит и как. И здесь, если переводчики переводили чисто с английского, то они все правильно сделали. Но это лишь с одной стороны. Ведь, как мы знаем, английское «you» означает «ты» в единственном числе, и «вы» во множественном. Нам предоставили вариант перевода «ты, моя семья». Но если мы послушаем луку во французской озвучке, мы услышим «Французское «ву» является ничем иным, как местоимением второго лица множественного числа «вы». Поэтому вместо «ты, моя семья» мы получаем «вы, моя семья». То есть не только Амиция, но и Гюго, и может быть даже Софья. Что, конечно, делает этот момент менее романтичным. Так как не только одну Амицию Лука записывает в свою семью, и фокус от нее как бы отходит. Но не спешите расстраиваться, дорогие ребята, если вам нравится шип Амиция Лука, потому что вообще-то Лумиция, или как вы это называете, это подтвержденный канон. Потому что есть одна вещь, которую я не должен сказать. Но Лукас в любовь с Амиция. Пожалуйста, не скажите Себастьян, который я вам сказал, потому что я не уверен, что я могу сказать это. Вы знаете, что писатели, они имеют секреты. Я имею в виду много секреты о каких-то персонажах в этом игре. Но я не скажу. Но этот, я думаю, вот здесь вы понимаете, что он в любовь. Поэтому я позволю себе сказать это. Для тех, кто не понял, это Оливье де Ривьер, композитор обеих частей Blacktail, который решил пройти игру самостоятельно и прокомментировать какие-то моменты с точки зрения музыки в основном. Какую композицию он куда поставил, зачем и как это обыгрывает сюжет. Вот такие нынче времена. Каноны из игр подтверждают композиторы и просят простой народ молчать об этом и не говорить сценаристам. Так что Лука, Лукас, будем считать на этом моменте просто очень хорошо не палится. Последняя реплика из второй части, которая меня смутила. Я не очень понимаю, что значит только если шторм у тебя. Ощущать шторм – это больше о злости или о волнении непонятно. Но, очевидно, Софья хотела сказать здесь, что амитция сама как шторм. Иными словами, никакая опасность им не угрожает и путешествие можно спокойно начинать. Это прозвище ей больше подходит, она кому хочешь устроит бурю. Так что примерный перевод, который я могу здесь предложить – единственный шторм, который я вижу перед собой – это ты. Переходим ко второй части видео о трудностях перевода или интересности. Мне очень нравится, что переводчики не сделали курицу курицей, а перевели «шляпа». Есть ощущение, что курица – более оскорбительное слово в русском языке. Во-первых, тупая, а во-вторых, слепая. Я бы не вынесла амитцию курицу, то ли дело шляпа. Ничего такого, но все равно немного обидно. «Глядеть в оба, глядеть в обу». Отличный перевод. Окей, Гюго думает, что оба – это существительное женского рода и говорит ошибочно «глядеть в обу». В оригинале Гюго неверно произносит английскую идиому «keep one's eyes peeled», что и переводится «глядеть в оба». Слово «peeled» он произносит как «piled». Амитция поправляет его и говорит, что правильно «peeled», ну, то есть «бледными». На что Гюго отвечает «все равно непонятно». Да, уж действительно непонятно, причем тут бледные глаза и бдительность. А точнее «it sounds horrible», это звучит ужасно. Происхождение данной идиомы неизвестно самим англоговорящим, причем здесь прилагательное «бледный». Есть лишь теория, что это как-то связано с чьим-то именем. Кстати, ничего не напоминает? «Аквадакт» превратился в «акидак», то есть «аки-утку». Респект переводчикам за «кваквидук». И напоследок «мое любимое». А теперь еще раз. Это прекрасно. Какая смешная игра. В переводе на русский не чувствуется шутка, а вот по-английски она очень даже присутствует. Мы видим здесь игру слов «land» и «landing». Хорошо, что у нас такой богатый язык на синонимы, и переводчики верно, на мой взгляд, сделали выбор в сторону слова «суша», как антоним морского пространства, где Софья чувствует себя действительно комфортнее. Но теперь мы знаем, что со стороны Амитсы имел место быть еще более смешной подкольчик. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы узнали из «Black Tail» что-то новое. Или, быть может, что-то открылось для вас со слегка другой стороны. И все же, несмотря на неточности, думаю, ни на чье положительное впечатление от игры это не повлияло. Или ментальную травму. Если вы заметили другие неточности или еще какие-то интересные моменты оригинала, пожалуйста, напишите о них в комментариях, я буду рада их обсудить. Поддержите меня подпиской и лайком. До новых встреч!